События недели Представим мнение экспертов. Владимир Путин детально обсудили экономические вопросы, в частности, объемы товарооборота между двумя странами и темпы реализации инвестпрограммы. Встреча с глазу на глаз длилась около часа. Владимир Путин детально обсудили экономические вопросы, в частности, объемы товарооборота между двумя странами и темпы реализации инвестрации. Владимир Путин детально обсудили экономические вопросы, в частности, объемы товарооборота между двумя странами и темпы реализации инвестрации инвестрации инвестрации. Встреча с вами, Владимир Путин детально обсудили экономические вопросы, в частности, объемы товарооборота между двумя странами и темпы реализацией инвестрации инвестрации инвестрации. Есть успехи. Не менее важными для нас являются те работы, которые проводятся по линии инвестиционного агентства. Есть объекты, которые уже на стадии завершения. Есть уже мероприятия, которые завершены и объекты приступили уже от работы, особенно часть аграрного сектора. Ну и те работы, о которых мы с вами говорили по линии информационно-координационного центра, оборонного, ведомства, которые непосредственно сейчас активно работают. За этот год проведены мероприятия более 94, которые свидетельствуют как раз-таки об интенсивности взаимоотношений между нашими военными ведомствами. Это важно для Абхазии и нужно для того, чтобы еще раз продемонстрировать наши отношения. Во вторник, 27 ноября, президент Рауль Хаджимба прокомментирует итоги встречи с Владимиром Путиным. Второй туристический форум «Визит Апсны», который прошел в Сухуми, объединил представителей туриндустрии Абхазии и регионов России, в частности из Крыма. Это не только профессионалы в сфере туризма, но и эксперты, а также представители органов государственной власти. На форуме подвели итоги прошедшего летнего курортного сезона в Абхазии. Но не только. На различных тематических площадках обсуждалось, как сделать курортную отрасль успешной и рентабельной, как продвигать свой турбизнес и как обеспечить его безопасность. Впервые на форум приехала большая делегация из Сирийской Арабской Республики. Ирина Аржба напомнит вам самые интересные моменты туристического форума. Второй год подряд в Абхазии проходит Международный туристический форум «Визит Апсна». Как показали итоги первого форума, обмен опытом и идеями представителей разных стран очень важен и полезен. Форум открылся выставкой-ярмаркой, которую посетил президент Рауль Хаджимба. В этом году в рамках подписанных соглашений между Абхазией и Сирийской Арабской Республикой в туристическом форуме впервые приняла участие делегация из Сирии, которая привезла в Абхазию продукцию сирийских производителей. Сирийский союз ремесленников представил на выставке восточные сладости различные ароматизированные масла, изделия из дерева, кожи и латуни, есть даже народные музыкальные инструменты. В этом году, как и в прошлом, в работе форума приняла участие делегация Республики Крым, но уже в рамках недавно подписанного соглашения. Есть определенные планы взаимовыгодного сотрудничества. Уже проговорим. Готовые туристские маршруты, которые в том числе привезли наши туристические операторы Крымские, Роскрым, Тур и не только, которые помогут показать все достоинства и все преимущества отдыха в Крыму. И в то же время, так как это туроператор, который возит крымчан и россиян в Абхазию, в том числе показать и туристские преимущества Абхазии. В этот же день Рауль Хаджимба принял чрезвычайного и полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риада Хадада, который прибыл в нашу страну с рабочим визитом. На встрече были обсуждены вопросы развития отношений между Абхазией и Сирией. Мы благодарны руководству Сирии, мы об этом говорили и на встрече с Башаром Аль-Асадом за мужественное решение, которое было принято по признанию Абхазии. И наша главная задача сегодня – продолжить то, что было намечено на этих встречах. И самые добрые пожелания руководству в лице президента Башар Аль-Асаду, народу Сирии, который тепло встречал нас. Риада Хадада также приняли в Министерстве экономики Абхазии. С чрезвычайным и полномочным послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации встретился замминистра экономики Батал Тарба. Представитель делегации Сирийской Арабской Республики, возглавляемый председателем Союза ремесленников Сирии Нажи Аль-Хадуа, принял министр иностранных дел Абхазии Даур Ковы. Даур Ковы высоко оценил прошедшую выставку и армарку членов Союза ремесленников Сирии и абхазских производителей, состоявшуюся в рамках второго туристического форума «Визит Абсна». 20 ноября состоялась панельная сессия форума «Визит Абсна» на тему безопасности в туризме. Представители туриндустрии говорили про страхование, айти-безопасность и о роли банков в туристическом секторе экономики. Одним из важнейших элементов организации туризма является обеспечение безопасности жизни и здоровья туриста, а это целый комплекс мероприятий, гарантирующих безопасность перемещения туристов по территории государства, их пребывание, сохранность здоровья. Именно поэтому во многих странах мира введено обязательное туристическое страхование. На форуме было отмечено, что закон обязательного страхования иностранных граждан на территории Абхазии малоэффективен, и поэтому страховые компании Абхазии несут убытки. Как было отмечено, абхазские страховые компании готовы к партнерству с российскими туроператорами. В рамках форума «Визит Абсна» также прошел круглый стол. Абхазия плюс Крым – туристический продукт. Специалисты туриндустрии обсудили главные вопросы инвестирования в туристическую отрасль, ожидаемый сервис и инновационные методы в продажах активных туров. Как говорят специалисты, развитие и успех любой туристической страны напрямую зависит от того, насколько информация о ее возможностях достоверна и доступна для туриста. Именно с этой целью год назад был разработан универсальный инструмент – мобильное приложение «Карта гостя РФ СНГ», включающие такие необходимые компоненты, как достоверная информация, оптимизация финансов, персонификация клиента. Разработчики также внесли Абхазию в список представленных в приложении стран, по объектам туристического интереса которых будет дана полная информация и навигация. По данным на 1 октября этого года, по числу российских туристов, выбравших отдых в Абхазии, наша страна заняла четвертое место. На первом – Краснодарский край, на втором – Крым, на третьем – Турция. И, как отмечают все туроператоры, при такой сильной конкуренции четвертое место – неплохой результат. В работе форума приняли участие ведущие туроператоры Крыма, Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону и Сочи, которые в течение двух дней делились опытом, предлагали и обсуждали различные идеи. В ходе форума между его участниками было подписано множество соглашений о двустороннем сотрудничестве. Была предоставлена хорошая площадка для обмена опытом, для установления новых контактов. Очень приятно, что в рамках пленарного заседания мы подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве как с туристическими компаниями, так и с создательским домом «Евромедиа». Очень приятно, что выставка, которую мы организовали для наших гостей, она пользовалась огромным успехом. Мы планируем приглашать и наших коллег из других стран, европейских в том числе, с которыми торгово-промышленная палата уже подписала соглашение. И в рамках существующих договоренностей число участников будет больше. В этом году туристический форум «Визит Апсне» прошел под девизом «Сотрудничество вместо конкуренции». Главной целью туристического форума был поиск взаимовыгодных условий сотрудничества и содействие развитию туризма в Абхазии. Ирина Аршба для событий недели. Сирийская делегация приехала впервые в таком составе. Выставка-ярмарка, на которой были представлены изделия сирийских ремесленников, дала возможность окунуться в атмосферу сирийского быта и, конечно, более плотно пообщаться с гостями из Сирии. Приобрести на память редкие предметы домашней утвари. Мы встретились с представителем делегации, начальником департамента по культуре союза ремесленников Сирии, одна нам Танбак Джи, который поделился своими впечатлениями от пребывания в Абхазии. Мы рады приветствовать вас в Абхазии. Расскажите о своих впечатлениях об Абхазии, где вы побывали и с кем вы виделись. Я хочу благодарить, во-первых, президента торгово-промышленной палаты Тамилу Мерцхулава и коллектив ТПП за теплый прием. Мы приехали из Сирии, несмотря на сложности по дороге. У нас где-то поездка 27 часов. Мы все вот эти сложности забыли, как мы уже в Абхазии, как нас приняли. Мы про это вообще уже, ну, как мы не думаем даже. Мы в рамках выставки встретились с президентом республики Абхазии, господином Рауль Джункович Хаджимба. И, конечно, на выставку многие посетили наш павильон. Еще у нас была встреча с министром иностранных дел, Дауром Вадимовичем, и с министром экономики Абхазии, Адгуром Амирановичем. И у нас была встреча отдельно с коллективом торгово-промышленной палаты. Мы посетили ресторан в Дур-Рыбши, Нас пригласили на ужин. Мы сами увидели, что между нами общая традиция, Много чего общая. В рамках тоже встречи с министром иностранных дел У нас была такая идея, Что когда у них будет торговый дом в Сирии, Чтобы они тоже создали или открыли ресторан, Где будет их вкус тоже, Чтобы местные смогли попробовать. Вы сказали, что у нас есть общие традиции, Не могли бы вы сказать конкретно какие традиции, Что вы увидели общего? Я что заметил, Именно уважать друг друга, Как у вас, Именно когда бывает, Что гости к вам приехали, Они их уважают, И они везде, Ну как, Во-первых, Даже между, Он говорит, Между собой, Они заметили, Что есть человек, Который, Как глава, Самый старший, Как его уважать, Чтобы он все время, Он разговаривает, Все его слушают, И я еще заметил, Даже как готовят еду, У нас очень много, Ну похоже, Как вы делаете. Какие направления наиболее перспективны Для сотрудничества между Абхазией И Сирийско-Арабской республикой? Мы все-таки далеко друг от друга находимся, Вот какие точки соприкосновения у нас могут быть, По каким направлениям конкретно? Цель нашего визита в Абхазию, Конечно, Не просто проводить выставку, И не только на один раз, Мы собираемся тоже, Чтобы каждый год, Чтобы у нас была выставка, Ну, Мы сейчас, Ну, Уже поняли, Именно когда надо проводить выставку в Абхазии, И мы тоже хотели, Чтобы через вас тоже попросить, Что, Ну, Как помогать, Именно вопрос виз, У них этот, Вот эта проблема стоит, Потому что у нас, Как сезон, Там по времени немножко осталось, И чтобы показать наш этот товар в Абхазии, Нам надо где-то три месяца подготовка, Конечно, Этот не только, Он еще у них, Председатель союза ремесленников в Сирии, Господин Аджи Алхадуа, И председатель союза ремесленников в Дамаске, Тоже, Они подтвердили, Что у нас, Нам надо заранее время, Ну, Потому что они сами уже поняли, Какие товары мы можем передоставить в Абхазии, За это все надо время, И если из Абхазии будут какие-то заказы, И чтобы тоже визу получить, Потому что это тоже время надо. Какие товары вы могли бы поставлять в Абхазию, Что, Как вы думаете, Что было бы интересно для вот абхазского рынка? В Сирии у нас есть где-то 33 ремесленники, Которые, Они могут разный товар передоставить, У нас много чего, У нас обуви есть, У нас одежда тоже есть. Мы, Когда приехали в этот раз, У нас было, Как ассортимент, У нас были музыкальные инструменты, У нас была краска, И много чего, Мы заметили, Что был интерес именно на краски, На сувениры, Сувениры, Которые от латуни сделаны, Которые от дерева тоже сделаны. И мы готовы, На следующий год уже поняли, Те, Которые, Где не было интереса, Мы знаем именно какие-то товары. Скажите, пожалуйста, Что вы знали об Абхазии, Перед тем, как сюда приехать, Какая информация у вас была, И что вы знали о народе, О культуре, О традициях. До нашей поездки, У нас была малая информация Про Абхазию. И нас, Как в составе делегации 11 ремесленников, Мы этот, Ну, Мы сами, Как приехали, Начали сразу информировать, Нашим, Которые там, Ну, Через, Ну, Фейсбук, Конечно, Через мы из Сирии, Как мы обратно домой приедем, Конечно, В семье скажем, Как в Абхазии было, Как в Абхазии нас приняли. В Сирии проживает Большая Абхазская диаспора. Скажите, Вы знакомы С кем-либо Из представителей Абхазской диаспоры? Общаетесь ли вы, Есть ли у вас контакты? Конечно, Я знаю, Что у нас в Сирии проживает Абхазская диаспора. И мы с нами В хорошем отношении. И, конечно, Даже не только Ну, Мы дружим с ними. У нас тоже Много чего между нами. И Мы сами тоже увидели Люди, Которые Приехали из Сирии. И они уже Где-то 5 лет Уже здесь они живут. И мы были Очень рады С ними тоже Здесь встретиться. Спасибо, Что нашли время И дали интервью. Мы знаем, Что у вас был Очень насыщенный график. Вы поездили По республике, Пообщались, Как вы уже Рассказали сами С министрами, С президентом Республики Общались. Немного вам Не повезло с погодой, Но надеемся, Что в следующий Ваш приезд Приезд вашей Делегации из Сирии Погода вас Более обрадует И удачной дороги вам На выставке Не только Сирийцы И тоже Абхазии Там вместе Танцевали И мы были Очень рады, Что Ну как С вами Встретиться, С вами Познакомиться. Я желаю, Что Мы не будем Как Год ждать. Мы Надеемся, Что В ближайшее время Еще раз С вами Увидеться Здесь В Абхазии. Спасибо вам большое. На этой неделе О совместном противодействии Глобальным вызовам И угрозам. В мероприятии Приняли участие Как лидеры Политических партий России, Так и Руководители 27 делегаций Политических партий Из 10 Постсоветских Государств, Представляющих Как партии Парламентского Большинства, Так и Оппозицию. Встреча в таком формате Не проводилась Много лет. Депутаты Парламента Абхазии Поблагодарили Коллег из Госдумы За возможность Принять участие В такой Представительной Встрече. Межпарламентские Контакты И взаимодействия Между Российской Федерацией И Республикой Абхазии Всегда отличали Взаимопонимание И конструктивизм. Наш народ Навсегда Сохранит Благодарность Руководству России Законодательной Власти Российского Государства Депутатам Государственной Думы Членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации За неизменную И последовательную Поддержку Оказанную Нам В борьбе За независимость В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Сформирована И активно Работает Депутатская Группа Государственной Думы По связям С парламентом Республики Абхазия В которую Входят Представители Различных Думских Фракций С ноября 2012 Года На постоянное Своем Работает Комиссия По сотрудничеству Народного Собрания Республики Абхазия И Государственной Думы Мы придаем Огромное Значение Такому Межпарламентскому Сотрудничеству И очень Заинтересованы В его Системном Развитии Что еще Можно было бы Отметить На уходящей Неделе Это открытие Многофункционального Производственно-торгового Комплекса Зодиак В поселке Бзебь Гагжского Района Инвестиционный Проект Реализован В рамках Программы Льготного Кредитования Среднего И крупного Бизнеса Инвестором Данного Проекта Выступает Российская Инвестиционная Компания ВебКапитал Подробности В репортаже Алики Трапш Проект Многофункционального Производственно-торгового Комплекса Зодиак Представляет Собой Линию По производству Хлеба Хлебобулочных Изделий И макарон А также Супермаркет Где непосредственно Производится Реализация Товара Перед Открытием Объекта Инициатор проекта И генеральный директор Фирмы Зодиак Амра Канжари Провела экскурсию Для гостей По промышленной базе Комплекса Вот в специальной Турецкой пище Хлебопек Мастерски Выпекает Два вида лаваша Это Различается Вкусом Потому что Там спирал По другому бьет Когда он Длинняется Там печка Навладает И вкус Различается Теста Одно и то Вкуснее Это получается Потому что Это двойная Работа Получается Первый круг Затем Гости направились В хлебопекарню Здесь установлены Две хлебопекарные Пещи Растоечные Шкафы Предназначены Для заготовки Теста В день Выпекают Около 800 Булок хлеба Все хлебопекарное Оборудование Было приобретено В России У зарекомендовавших Себя Производителей После состоялась Презентация Линии По производству Макарон На сегодняшний день Это единственный Цех в Абхазии Выпускающий Макаронные изделия Высшего сорта Под национальным Брендом Абсне Впервые в Абхазии Допускается Полуавтоматическая Линия По производству Макаронных изделий Пожалуйста Доброе 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 Предприниматель Амра Канжари Уже давно Занимается Бизнесом А именно Производством Хлеба И хлебобулочных Изделий Однако Она планировала И запуск Предприятий Изготавливающие Макаронные изделия Осуществить давнюю мечту Удалось благодаря Программе Льготного кредитования Среднего и крупного Бизнеса в Абхазии Когда вот О программе Я услышала Я когда обратилась Мне в Министерство Экономики Сказали Что должно быть Производство Которого нет у нас В Абхазии Правда появилась Мысль о макаронах Она в принципе Она у меня как бы Давно была Ну как-то думала Что все-таки Это сложно Министерство Экономики Поддержало Оказало Большую Поддержку Ну вот Результат Предприятие Два месяца Работало В тестовом режиме И изготовило Около пяти тонн Макаронных изделий Четырех видов Изготовление Макаронного теста И формирование Из него Полуфабрикатов На производстве Осуществляется На специальном Оборудовании Мало воды Добавляется Побольше муки Добавляется Прессуется Это тесто Оно проходит Через Весь аппарат Вот здесь Мы Выкладываем Макароны Чтобы они Не приклеивались Друг к другу И поставляем Их в сушилку В сушилке Они сушатся Шесть часов Через шесть часов Мы их Вытаскиваем Они тоже Должны Остаться Часа Три-четыре А потом Уже Мы их Передаем На фасовку Далее Все направились К супермаркету Многофункционального Производственно-торгового Комплекса Зодиак Где состоялось Его официальное Открытие Была перерезана Красная ленточка Проект Зодиак Был одобрен В 2015 году Министерством экономики Абхазии На широкой конкурсной основе Как один из перспективных Проектов В сегменте Пищевой промышленности Затем Инвестиционный проект Утвердили в России И на его реализацию Было выделено Заемное финансирование От веб-капитала В сумме Около 77 миллионов рублей Абхазская сторона Также поддержала проект И предоставила Государственные субсидии Были предоставлены Два вида субсидий На возмещение части Затрат на приобретение Производственного оборудования И субсидия На возмещение части Процентной ставки По инвестиционному кредиту Таким образом В рамках инструментов Инвестиционной программы Содействия социально-экономическому Развитию Абхазии Наше государство Смогло изыскать Возможность Оказать поддержку В сумме Около 7,5 миллионов рублей Это производство Которое сегодня Мы с вами смотрели Особенно производство Макаронных изделий Является Таким импортозамещающим Производством И самое главное Данный проект Предусматривает Создание Более 35 Рабочих мест И ежегодные Налоговые отчисления В бюджет Свыше 5 миллионов рублей Через полгода Планируется запуск Производства Полуфабрикатов Пельмени, хинкали И вареников Алика Трапш Томас Чиковани Абхазское телевидение Удачно стартовал Мандариновый сезон Местные аграрии Отмечают Хороший урожай Мандаринов Первые крупные Партии мандаринов Стали вывозить В Россию Уже с 15 октября И на сегодняшний день Должностными лицами Таможенного поста Адлер Сочинской таможни Оформлено Порядка Полутора тысяч Тонн цитрусовых Об этом сообщает Пресс-служба По грануправлению ФСБ России По Краснодарскому краю Ежегодно С начала зимы В центральные регионы Из Абхазии Везут цитрусовые Фихуа-хурму Пик мандаринового сезона Обычно выпадает На вторую половину декабря Местные театралы Могут вздохнуть С облегчением Затянувшийся конфликт Двух государственных театров Абхазского драматического И молодежного Исчерпан 21 ноября В Министерстве культуры Абхазии Был подписан договор Который оговаривает Условия сосуществования На одной сцене Молодежному театру Будут предоставляться Два понедельника И две среды В месяц Для показа спектаклей Десять дней Перед премьера И месяц На репетиции В августе В соответствии С соглашением Арендная оплата Остается И составит 100 тысяч рублей В месяц Выплачиваться Она будет Из госбюджета Сегодня очень хороший день Это день подписания Контракта Между государственным Абхазским Драматическим театром И молодежным Государственным театром Это две юридические Единицы Здесь речь шла О юридическом Взаимоотношении Между двумя Субъектами И это надо было С правовой точки зрения Решить все Потому что С момента создания Молодежного театра Это уже 4 года Они выступали здесь Не имея никаких Юридических оснований Уточнили детали Вот их пребывания Это два дня Понедельника И две среды В месяц Дальше Был вопрос Десяти дней Перед спектаклем Перед премьерой Мы этот вопрос решили Более того Мы дали Полностью Один месяц Когда Абхазский театр Уходит в отпуск Они весь месяц Могут использовать Помещение Нашего театра Я считаю Что это Необходимо было Сделать Потому что Мы Строим Правовое государство И все Что мы делаем Должно быть На основе права Я очень рад Что и молодежный театр Пришел к этому выводу Возможные пути Решения проблем В области сельского хозяйства В частности Борьбы с вредными насекомыми Обсуждались В Сухуме На встрече Представители Министерства сельского хозяйства Абхазии С сотрудниками Федерального учреждения Россельхозцентр Заместитель директора Россельхозцентра Дмитрий Говоров В интервью нашей программе Рассказал Какая ситуация в Абхазии С мраморным клопом И с какими еще Экологическими проблемами Может столкнуться республика Абхазия Абхазия столкнулась С экологическим бедствием Это мраморный клоп Который наносит Непоправимый вред Сельхозугодиям Абхазии Ваши специалисты Проводили мониторинг Оценили ситуацию Скажите Какая сейчас ситуация С вредителем И какие конкретные предложения Вы предлагали Своим абхазским коллегам Большая работа проделана Министерством сельского хозяйства Абхазии Совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации Наше федеральное Учреждение Росельхозцентр Также специалисты Росельхознадзора Постоянно находились здесь И оказывали помощь В целом Ситуация Нормализуется То есть Конечно еще Работа предстоит большая Это работа не на один год Потому что Если вредитель есть То он есть И его Сразу из всех закоулков Не достанешь То есть Он У него Определенный Есть Жизненный цикл У него есть Особенности То есть допустим На зимовку он уходит в дома Вот И Как бы прячется И Сложно Допустим провести обработки Жилого дома Да То есть Там же живут люди И Химические препараты Применять в доме Нужно и правильно И соблюдать все меры безопасности В Абхазии было создано Больше Трехсот групп Которые Проводили Работу Постоянно Проводили обследование Проводили Обработки Против вредителя Всего было обследовано Больше Тридцати пяти тысяч гектаров С участием наших специалистов А реально Конечно Это площадь намного больше Вот Поэтому И Больше Двадцати тысяч гектаров Обработано было Российская Федерация Помогла С препаратами Больше пяти тонн Было выделено препаратов Потому что проблема общая Вредитель очень опасный Если он Допустим Распространится На территорию Российской Федерации Могут быть Ну как бы И порты даже закрыты Вплоть до того У нас уже закрывали Каротинный объект Это очень серьезно К сожалению Да Мы за этот год Изучили Особенности вредителя То есть Мы знаем уже Как с ним бороться Конкретно То есть если раньше Ну это новый объект Да Он никогда ни в России Не был Ни в Абхазии Собственно говоря Не был Поэтому мы В течение этого года Попутно изучали Биологию вредителя То есть мы уже Допустим Смогли выделить Естественных врагов То есть есть насекомые Которые Ну так называемые Энтомофаги Это в системе Абхазии? Да Да Какая ситуация С мраморным клопом На территории России Вот в частности В соседнем Сочи Учитывая что клоп может проникнуть На территорию Российской Федерации Мы приняли Прементивные меры То есть было создано Более полутора тысяч Рабочих групп Которые обследовали Порядка двух миллионов гектаров То есть это Фактически Вся территория Краснодарского края Те места Где мог быть клоп Вот Было обнаружено Несколько десятков очагов Единичных То есть где клоп уже залетел Но он как бы экономического значения не имел Но он присутствовал Клоп чем опасен Он за год может дать там Фактически до 6 миллионов особей Одна особь То есть в геометрической прогрессии Если даст 4 поколения Теоретически он может дать до 6 миллионов особей То есть на самом деле Это очень серьезно А один клоп может повредить 5 килограмм мандарина К примеру То есть можно потерять весь урожай Поэтому очень серьезное руководство Краснодарского края Руководство города Сочи Отнеслось Я вот сам присутствовал На нескольких совещаниях в Сочи Допустим Куда были приглашены Все Руководители Допустим Школ ТСЖ Ну Судовых товариществ Больниц Руководители Главврачи То есть Была большая работа Проделана в средствах массовой информации То есть и на автобусах В магазинах Листовки были вывешены Несколько очагов было обнаружено И все эти очаги были подавлены Мониторинг продолжается То есть Дополнительно еще были закуплены Средства защиты растений Были закуплены опрыскиватели Это за счет бюджета города Сочи Во всем Краснодарском крае Там тоже целевая программа Фактически существует И планы уже есть на будущий год То есть уже начиная с сентября Уже планы на будущий год Тоже как бы и по мониторингу И по обработкам Проводятся Скажите Ваше предположение Откуда к нам попал клоп? Вы знаете Сложно сказать Я Не могу сказать Ну Учитывая что на территории Грузии У них появился клоп раньше Вот И от границы Допустим Абхазии На территории Грузии Идет снижение численности То есть Вот Если взять границу Грузии И Абхазии Вот к примеру Да В район Сочи Вот идет снижение численности Туда А От границы Грузии Абхазии Тоже В сторону Востока Идет снижение численности В Грузии Поэтому Видимо где-то очаг был на Границе Вполне возможно Ну Вредитель такой Он же Выходец С Юго-Восточной Азии То есть Вот Там такие условия Тоже влажные Субтропические Он На Абхазскую землю попал И Здесь ему понравилось Потому что Здесь Действительно Уникальный климат Уникальные Погодные Природные условия И Стало размножаться Плюс Естественных врагов У него не было Поэтому Такая вспышка Численности Произошла К сожалению И служба защиты растений Абхазии Находится сейчас Не на том уровне Которым должна быть Я знаю Что Министерство Сельского хозяйства Абхазии Принимает Предпринимает Все необходимые меры О том Что Большая работа Проделана Может подтвердить Кстати Вот тот урожай Допустим Цитрусов Который Сейчас Ожидается До 35 тысяч тонн До 40 тысяч тонн Даже Такие вот Вчера Высказывались Предположения То есть Это как минимум В два раза больше Что в прошлом году Было То есть Нам удалось Совместными усилиями Специалистов По защите растений Абхазии И наших специалистов Из Российской Федерации Сохранить И вот этот урожай Получить То есть И естественно Эту работу Надо продолжать Потому что Он за год Никуда не денется Я не могу Вас не спросить По поводу Других вредителей С которыми Столкнулась Абхазия Это Самшитовая огневка И пальмовый Долгоносик И кулаги России Говорят Что впервые Раньше Абхазии Появился На территории Олимпийской Деревни И потом Уже к нам Мигрировал Вот насколько Эта информация Верна И скажите Вообще Какой фитосанитарный Контроль Ведется Вот на территории России Я не хотел бы Комментировать Ситуацию Вот с этими Вредителями Они карантинные У нас есть Служба Росфельхознадзор Которые Проводят Очень большую Работу По данным Вредителям У них Есть финансирование Из федерального Бюджета Именно На конкретных Вредителей Хочу сказать Что По моим Сведениям Вот в Абхазии Проводится Большая работа По именно Пальмовому Вредителю Потому что Есть Тоже Некая программа То есть Средства Выделяются На территории Сочи Также Служба Работает И Учитывая Что допустим Это особо ценные Деревья Которые растут Долго И вообще Это создает Имидж Допустим И Сочи И республики Абхазия Пальмы Потому что Допустим В России Пальмы Только в Сочи Растут Поэтому Особое Внимание Да И Вот эти Деревья Самшитовая Огневка Да Целый Целый Парк Погиб Фактически Да Сейчас его Восстанавливают Приходится Завозить Самшит Даже из-за Границы Высаживать К сожалению Да Но сейчас Допустим Все По самшитовой Огневке Все меры борьбы Даже биологические Препараты Есть Которые Очень эффективны Они полностью Уничтожают Вредителя Последний К вам вопрос С какими Вредителями Абхазия Еще может Столкнуться Чего нам Ждать в будущем Я уже говорил Что Министерство Сельского хозяйства Абхазии Предпринимает Шаги Для того Чтобы Развивать Службу Защиты Растений И Вот эти шаги Действительно Нужны Дело в том Что Может быть Даже не вредители А в большей степени Болезни Растений Угрожают Сельскому хозяйству Абхазии Дело в том Что Допустим Те же орехоплодные Культуры Которые В большом количестве Выращиваются В Абхазии Сейчас подвержены Заболеваниям Такие как Альтернариоз Мучнистая роса И В некоторых Частных Домовладениях Полностью Урожай В этом году Погиб Именно от болезней Поэтому Нужно Сейчас задуматься О том Чтобы Купить Специальные Препараты Фунгициды То есть Это Препараты Против Грибных Болезней И Причем Есть даже Биологические Фунгициды Которые Можно Использовать Без Вреда Экологии Этот вопрос Я вчера Министру Вашему Доложил Поднял Этот вопрос Так что Министерство Сельскохозяйства Думаю Сделает Правильные Выводы Вредители Ну Какой-то Такой Наши Специалисты Проводили В течение Всего Сезона Вегетационного Начиная Вот с апреля Месяца И заканчивая По сей день Они проводят Этот мониторинг Каких-то Таких Угрожающих Количеств Вредителей Мы не видим То есть Я не могу Сказать Что что-то Будет Прямо Какая-то Спышка Численности Какого-то Вредителя Поэтому Здесь угроз Я особых Не вижу Вот этот Мраморный Клоп Да С ним надо Бороться Его много Значительно Меньше Стало Благодаря Работе Населения Благодаря Работе Министерства Сельского Хозяйства Вашего Но Этот вопрос Надо будет Продолжать Четко Курировать Четко Бороться С этим Вредителем А болезни Да Болезни Может быть Эпифитотия То есть Это уже Прослеживается Поэтому Хотя бы Профилактические Обработки Ранней весной Надо будет Проводить Фунгицидами И сейчас Уже нужно Об этом думать Спасибо Спасибо за интервью Большое Спасибо вам К другим События Печальная новость На 59-м году жизни Умерла Саида Гумба Советская Легкоатлетка Копьеметательница Выступавшая В составе Советской сборной На летних 22-х Олимпийских Играх В Москве В 1980-м Году Она выступала За команду СССР И взяла Серебро В метании Копья Двукратная Чемпионка СССР Мастер спорта Международного Класса Этот список Можно продолжать Долго Во время Грузино-Абхазской Войны Саида Гумба Была Санинструктором На фронте Сегодня Они вспоминают Ее близкие И друзья Этот человек Пронес Через всю Свою жизнь Патриотизм Это была Женщина Стойкая Мужественная Каждый раз Когда Мы говорили Чем помочь Саида Она говорила Есть люди Которые Нуждаются В большей Помощи Чем я Ее патриотизм Еще проявился Во время Отечественной Войны Народа Абхазии Она не смогла Быть равнодушной Стояла Рядом с нами Она была В группе Ибрагима Яганова Потом Она была В пятом Питсунском батальоне Это большая Для нас Утрата Это большая Утрата Для Абхазии Для всего Спортивного Мира Где она Проявила себя Блестяще Где она Она Прославила Сны Потому что Такие люди Всегда Нам нужны И нам Сегодня с болью В сердце Приходится Говорить Что ее С нами Нет Светлая И память Мы всегда Будем ее Помнить Ряды Абхазской Армии Пополнили 45 Новобранцев Церемония Военной Присяги Первая За осенний Период Прошла В Министерстве Обороны Абхазии После чего Военнослужащие Торжественным Шагом Отправились В распределение По воинским Частям И подразделениям Минобороны Проводить На службу Новобранцев Пришли Их родные И близкие Сегодня на плацу Министерства Обороны В количестве 45 человек Личный состав Новобранцев Принял военную Присягу И приказом Министра обороны Распределен По воинским Частям И отдельным Подразделениям В течение Месяца Молодое Пополнение Готовилось К этому дню Все прошло На должном Уровне Личный состав Подготовлен Я надеюсь Что не с честью И достоинством Будет выполнять Свой воинский Долг Кино-ревю Сценическое Представление Прошло в Абхазской Госфилармонии 23 ноября Кино-ревю Это новый формат Сценического Представления Предусматривающий Показ музыкальных И поэтических Номеров актеров Театра кино России Видеопроекция Сопровождающая Каждый номер Переплетается С актерским выступлением И усиливает Его эмоциональную Окраску То есть Каждый номер Это маленький спектакль Объединяющий В одно большое целое Кино-ревю Часть средств От продажи билетов Будет направлена На благотворительность Продолжит Сейд Жарсаля На сцене Абхазской филармонии Выступили звезды Российских сериалов Заслуженный артист России Андрей Межулис Актеры театра и кино Сергей Варчук Ирина Медведева Павел Новиков И Анна Куркова Театрализованное действие Погружало зрителей В прошлое В ностальгию В романтику Многие зрители Вместе с актерами С большим удовольствием Подпевали известные песни Из советских И российских фильмов И на ревью Принял участие Специальный гость Юный артист из Абхазии Финалист проекта Минута славы Арам Авидикян Который сыграл На старинном армянском Музыкальном инструменте С дудуком я был С детства знаком Потому что я с детства Слышал дудук И как-то что-то внутри Прям замирало А потом я вживую Услышал Но я когда взял его в руки Знаете, берешь что-то в руки И ты понимаешь, что это твое Ну и вот сразу Как-то я сам начал обучаться А потом мастера учили И по сегодняшний день Я учусь у мастеров Большое будущее У этого проекта Именно здесь в Абхазии Потому что я думаю Что нам Нашему абхазскому населению Очень было бы полезно Более ближе Познакомиться с российской культурой Заслуженный артист России Андрей Межулис Отметил, что артисты Хотят напомнить зрителям Атмосферу любви и добра Которыми были наполнены Советские фильмы Цель и задача Доставить людям радость Дать им возможность Вспомнить добрые Старые советские времена В хорошем смысле слова Потому что киноревью Это прежде всего кино Настоящее наше Прежнее кино Которое будоражит И сердце И ум Радует Веселит Заставляет задуматься О жизни И погрустишь И поплачешь Сейчас такого кино К сожалению не снимают Организаторы проекта Киностудия Абстнофильм Приняли решение Часть средств Вырученных от киноревью Направить в благотворительный фонд Ашана А также в фонд Горная Абхазия На спасение пальм В республике от вредителя Саиджер Салия Роберт Ломи Для событий недели 26 ноября В понедельник Абхазия отметит День Конституции Принятый 26 ноября 1994 года Основной закон Республики Абхазия Закрепил итоги Национально-освободительной борьбы Абхазского народа За свои права Конституция принималась В непростых условиях Экономической блокады И серьезного политического давления Со стороны международного сообщества Повестка дня заседания Верховного Совета Заранее не афишировалась Тем не менее информация просочилась И председателю Верховного Совета Владиславу Ардзенба По свидетельству очевидцев Приходилось выходить из зала заседаний И по телефону вести сложные переговоры С представителями Кремля Несмотря на внешнее давление Конституция была принята Верховный Совет был переименован Народное собрание Парламент Абхазии А Владислав Ардзенба Избран президентом страны 3 октября 1999 года Конституция была одобрена на референдуме С тех пор в основной закон Вносились изменения К примеру, был учрежден Конституционный суд Формирование которого Завершилось в этом году В феврале 2016 года Приняты изменения Касающиеся органов местного самоуправления А в марте 2016 года В Конституцию внесена поправка О государственной защите Жизни матери и нерожденного ребенка На сегодня это все О чем мы хотели вам рассказать Спасибо, что были с нами До свидания Субтитры создавал DimaTorzok